Сегодня у столицы начнется Республиканский педагогичный совет. Удел возьмуть каля тысячи представников системы адукации з усёй краины органов держкирования, громадских объединений и Галинового профсоюза. На парадку дня стратегичные пытания развития национальной системы адукации до 2030 года. Что ж, очекать от масштабного форума, спытаем у ректора Белорусского государственного педагогичного университета им. Максима Танка, доктора педагогичных наук, профессора Александра Жука. И он с нами на Сувизе. Доброе утро. Александр Иванович, доброе утро. Республиканский педсовет. Событие знаковое для всей системы образования. Ваши ожидания. Действительно, сегодня первый день республиканского форума. Это уже второй по счёту. Предыдущий проходил в 2017 году. И мы тогда убедились, что подобные мероприятия очень важны, когда они проводятся на самом высоком уровне с участием руководства страны. Конечно же, система образования, она должна динамично реагировать на современные тенденции, развитие социокультурной тенденции. Естественно, она должна не только реагировать на них, но и работать где-то в опережающем режиме. Одним из важных аспектов, которые будем обсуждать, это проект Кодекса Республики Беларусь в образовании. Принятый более 10 лет назад кодекс работает, но сегодня пришло время обновить некоторые подходы, расширить нормативную базу, дать возможность системе развиваться дальше. Поэтому мы ожидаем серьёзного разговора и планируем, что работа секции в первый день позволит нам детально обсудить многие аспекты по соответствующим уровням образования для того, чтобы сформулировать какие-то рекомендации, которые будут учтены за тем министерством образования и правительством, возможно, для их реализации на практике. К слову, трансформация системы образования по разным аспектам, лид-мотив и многих тематических секций, которые пройдут сегодня. Какие из них состоятся на базе БГПУ? Да, у нас, соответственно, миссия на форуме, на базе университета будут работать три секции. Одна из них связана с современными подходами к повышению качества дошкольного образования. То есть мы начинаем с самой нижней ступени. Классики, педагогики говорят, что там именно в дошкольном образовании всё начинается, и от того, как оно выстроено, зависит дальнейшее успешное обучение и развитие детей. Поэтому вот эта секция на базе нашего факультета дошкольного образования будет работать. Будут рассмотрены вопросы состояния и перспектив развития этой первой ступени, первого уровня образования в стране и вопросы научно-методического обеспечения этой системы. Вторая секция связана с инклюзивным образованием. Сегодня это тренд мировой. Речь идёт о том, что дети с разными образовательными возможностями, способностями должны иметь равные возможности для получения качественного образования. Вот как раз эти вопросы станут предметом обсуждения на этой секции. Это тоже проводится на нашей базе, поскольку наш университет БГПУ является базовой организацией СНГ по подготовке и переподготовке кадров для специального и инклюзивного образования. То есть мы работаем на всё пространство СНГ, и у нас есть определённый опыт, и мы хотим им поделиться. И поэтому будут представители всех регионов участвовать в работе этой секции. Ну и третья очень важная секция, связанная с совершенствованием подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Она будет работать тоже в главном корпусе нашего университета. Здесь мы рассмотрим тенденции направления развития именно непрерывного педагогического образования, начиная от школы и заканчивая системой дополнительного образования. Вы, наверное, знаете, что с 2015 года в Беларуси открыты педагогические классы во всех регионах страны. Сегодня их более 480, в них обучается более 4200 школьников 10-11 классов. И уже в этом году первые выпускники педагогических классов стали молодыми педагогами в школах нашей страны. Этот важный опыт мы хотим обсудить, каким образом мы должны обеспечить преемственность между школьной ступенью, на которой мы отбираем мотивированных, подготовленных ребят для педагогической профессии. Это очень важно. Мы понимаем, что сегодня учитель становится ключевой фигурой в обеспечении подготовки кадров для развития интеллектуального потенциала человеческого капитала в нашей стране. От учителя многое зависит сегодня. И поэтому от того, как выстроена система подготовки будущих педагогов, во многом зависит. И затем уже успех подготовки профессиональных кадров на уровне и профессионально-технического, среднего, специального и высшего образования. Будут рассмотренные региональные аспекты взаимодействия работодателей, заказчиков кадров с университетами, с учреждениями дополнительного образования. Конечно же, вопросы преемственности и непрерывности в этой системе. Дякую, находаю с нами на сувязи был ректор Белорусского державного педагогичного университета имя Максима Танка – Александр Жук. Ну, дарэч, подчас спецсовета працавацюся го будуть 12 секций, а изменения у галине, які выносятся на обмеркованне, закладзены у прынятому першым читанні проекте «Кодекса об аддукации» и проекте «Концепции развития системы аддукации Беларуси» до 2030 года. Документы, нагадаю, распрацаваны з уліком рашэня у 6-го усе беларускага народнага сходу до ручэня у керавника державы и у Рада. Про то, чем будзе яшы адметный селетний форум, обмеркуем з аутарам і ведучым спецсельнага праекта беларускага рады «Адукация БАЙ» Ярославам Даниленка. Вітаю! Вітаю, Павел! Ну, спачатку трэба заззернуць ў гісторую, бо новая на прамкі развіця сферы аддукации былі вызначены азчы ў 2017 годзі пачас першага піцсавета на Распубліканскім узровні. Тады ўдзельнікі форуму обмерковалі і прынялі концептуальны падыходы да развіця сістэма аддукации на караткотерміновы да 2020-га і довгатерміновы да 2030-га годы пірэды. Ну, значыць, другі па ліку форум дазволіць актуалізаваць меты і задачы Галіны на перспективу. Безумовна, і на першым місце павышыня якасті національны аддукации, прачыму на ўсіх узровнях. Па-другой, неабходна адпавідаць з тендэнцям часу. Тут і дыстанційны навучанням дзякуй пандэмії, варіатывнаць навучальных плану адпавіднаці з запытамі вучняв і выбар вучэбных дапаможнікав на конкурсной аснові. Сяродтэм для дыскусія і лічбавізація сістэма аддукации, гэтаму будзі прасвічана одна секція, і она будзі працтавліна як інтерактивная плінарна сесія і будзі створан адпавідны чат-боту адным з мэсэнджэрав, каб далучыцца дыскусі змаглі і тэ, хто па якімсті прычынах не змог прайняць ўдзел ў форумі вочна. Прапануй паслухай директора галунага інформаційна аналітычныга центра Мінадукации Юра Кругліка, ампэ гусловах секція будзі падзіліна на тры блокі. Запланированы выступліня ответственных спеціалістів от оперативно-аналітичыскава центра при президенті Республіки Беларусь. Будзі выступліня представітцелі Национального центра електронних услуг. Також выступит представитель управління КАРП, управління по боротьбе с киберпреступлінями Министерства внутренних дел. Ну і в конце цей подсекції буде обмін опытом с циркуляційною компанією МТС. У них є такий проект, который называется «Інтернет без буллінга». Це наш совмєстний проект с МТС, поэтому ми розкажем о достигнутых результатах. Второй блок называется «Повышення эффективності образовательного процесу учреждення образовання». Здесь мы с коллегами из Национального інститута образования расскажем о единому информационно-образовательному ресурсе. Мы его за лето доработали. Ну, с 1 сентября уже в обновленной версии будет доступна пользователям. Будет рассказано об электронных сервисах, в том числе и для дополнительного образования взрослых, применения современных образовательных технологий. Ну, а также обсудим направление развития системы образования в условиях цифровой трансформации. И третий блок, он будет связан с совершенствованием процессов управления и развития материально-технической базы. Здесь мы расскажем о том, что совершенно вот недавно мы ввели в промышленную эксплуатацию публиканскую автоматизированную систему под названием «Электронное образование». Это статистический ресурс, который предусмотрен для сбора, анализа, обработки статистических данных системного образования. Представитель белорусских облачных технологий «Беклауд» расскажет о защищенных сервисах для размещения государственных информационных систем. Ну и о примерах облачной видеоконференц-связи, о том новом оборудовании, которую сегодня предлагают наши партнеры из «Белтселекона», из «Беклауда» и других компаний. Для того, чтобы придать более массовый характер этому мероприятию, мы создали специально для этого в «Мессенджере Телеграм» чат-бот, посредством которого можно будет удаленно задавать вопросы всем участникам. И также будет с помощью ссылки подключение по видеосвязи для тех, кто не смог физически присутствовать. Ну и, кроме этого, сайт «ГИАЦ» тоже будет в прямом режиме онлайн транслировать вот это мероприятие. Но кроме того, в Центру Ваги будут разгледжены новые керунки у работе высшейших установ эдукации. Так будет працавать секция «Высшая эдукация» «Национальный диалог-2021». На парадку дня знову же обмеркование того, как полепшить систему высшейшей школы, протягивая начальник головного управления профессийной эдукации профильного ведомства Сергей Каспиарович. Планируется обсудить ряд вопросов, касающихся подготовки специалистов во взаимодействии с заказчиками. Вопросы, связанные с повышением в целом механизма взаимодействия с организациями заказчиками кадров. На данной диалоговой площадке, кроме того, планируется обсудить основные нововведения, которые предусмотрены в новой редакции Кодекса Республики Беларусь в образовании, а также в проекте концепции развития образования до 2030 года. Участие в работе данной диалоговой площадки примут руководители учреждений высшего образования, проректоры, деканы, заведующие кафедрами, преподаватели различных кафедр, специальных, социально-гуманитарных и иных. Планируется действительно диалог в том контексте, что вопросы будут обсуждаться в живом формате, будут приниматься и рассматриваться различные точки зрения, которые действительно могут внести интересные аспекты в будущее развития системы высшего образования. Упэлнены вось такие саправдные диалог будзе на усіх пляцовках, дзе сёня разгорнется обмеркование наибольша актуальных пытаннёв развития системы адукации. Так, и павынніках працы кожной секции будзе прынята отпаведная резолюция, гэта будзе зроблена дзяли таго, кабачыц те конкретные пропановы, якэ дазволяць вырашыць існуючая праблемы у сферы адукации. Дзякую, Ярослав, нагадаю наш корреспондент Ярослав Даниленка сочыць за подрыхтовкой до першага дня Республіканскага педсовета. Ну, дарэшы сваю работу форум протягні и завтра на пленарным посяджэнне удзельненьки змогуць ознайоміцца з выставой эффективного педагогічного вопыту творчых досягнэння у педагогаў новінками в учебной и в учебно-методычной літературы и с эдукаційными ресурсами и технологіями у сферы эдукації.